мы решили все-таки приехать сюда вечером собирая все вечерние пробки я уверен что точно стоит того потому что вечером здесь ну вы сами уже видите здесь безумно красиво да вот тут под мостом какие красоты там уже начинаются но мы пойдем сначала вот здесь и будем плавно двигаться вглубь парка смотрите вот это накрывают растения на зиму в такие видите это вольерчики теплицы но их продолжают подсвечивать здорово сейчас будем дальше идти я уверен что дальше нас ждут просто в уж какая красота всем привет вы как всегда на канале семья на чемоданах меня зовут славян подписывайтесь на канал и мой инстаграм я сегодня вас приглашаю как вы поняли погулять по вечернему краснодару я не буду затягивать погнали смотрите какая здесь аллея светящихся деревьев слушайте выглядит как же здорово все выглядит я не знаю мне кажется на этом видеоролике достаточно просто походить с камерой включить музыку и просто смотреть днем эти деревья конечно смотрятся такие знаете по осеннему опавшие уже видите у них листочки все закончили распускаться и квит цвести а сейчас это все подсвечивается так это ангелочки у них видите такие типа музыкальные а-ля трубы они типа дуют в них не знаю что это означает но смотрится красиво вот это вот смотровая про нее рассказывал и вот сейчас все подсвечивается посмотрите вот туда если забраться будет конечно высоко и самое главное какой откроется вид на светящийся парк галицкого стадион конечно бомбич тоже подсвечивается ух красота да сколько сюда в буха на деньжат только на одно освещение здорово двигаемся дальше с той стороны получается тоже стоят эти ангелочки я вообще вон вижу вдалеке вон за столбами прячутся вдалеке вижу вот грибочки днем они беленькие а сейчас посмотрите как они красиво светятся там дальше еще где-то такая лужайка пингвинов что конечно же тоже хочется посмотреть как смотрятся эти пингвинчики круговая красотища просто по кругу вертишься и клёво очень-очень сделали классно сегодня в краснодаре прекраснейшая погода поэтому сейчас вечером настолько много людей что прям и молодежи и люди возрасте и дети и с колясками короче кого здесь только нету в общем друзья если вы едете через краснодар либо думаете куда сгонять на выходные то вот приезжайте в краснодар здесь очень красиво но вам сто процентов понравится мы вот чуть дальше проходим и посмотрите какой лес это то место где можно взять стульчики они бесплатные посидеть вообще невероятно я очень хотел сюда попасть именно вот сейчас когда здесь вот такая атмосфера фонарики в земле в полу фонарики на стенках и все это конечно великолепно смотрится смотрите какая красота и вот так вот по всему периметру видите люди сидят вот так просто на стульчиках совершенно бесплатно можно взять стульчик делать красиво бесконечно красивые фотографии просто просто невероятно вот наши парни видите сели и сидят как это смотрится все сверху еще класс и мы сейчас хотим пойти к елке здесь есть елка вот она и я хотел показать как здорово закрывают деревья то есть это не просто салфан замотали это же целые конструкции елка конечно потрясающе но насенька уже с детками там конечно фотосессия да это не просто взяли из каркаса слепили и веточками это настоящая елка двигаемся дальше смотрите здесь такое сооружение лестница круговая наверху снова деревья которые укрыты да какой-то такой интереснейшей конструкции и гирлянды шикарные гирлянды а темка там что-то хулиганит так будем идти дальше ну а сверху просто зона отдыха стоят лавочки и очень много людей там отдыхают вообще на самом деле здесь можно прям разблудиться потому что очень много проходиков очень много ходов если днем ты по крайней мере видишь куда идти то сейчас темно все светится все так сказать однообразно да и непонятно куда двигаться и где какие проходы конечно ух классный вот я представляю люди которые живут в ЖК панорама какой у них вид из окон прям сюда на парк ночное время смотрите здесь такие деревья в виде бокалов туда вообще можно еще подняться вот есть кадры дневные с дрона а здесь вот за кустами есть еще какая-то локация днем мы сюда не ходили не смотрели я вижу что здесь вода и в бассейнах стоит вообще на здесь парке почти везде злита еще посмотрим что у нас здесь ну да видите вот течет водичка и здесь вдоль вот этих бассейнов можно погулять ну красота вообще невероятная получаешь такое эстетическое удовольствие класс класс просто класс вот видите как водичка спускается вот вода у нас подсвечивается сейчас не сильно видно конечно но я думаю понятно вдоль таких ступенек и вот так вот можно по кругу пройтись можно посидеть на лавочках красивые лавочки здесь такие где-то деревянные где-то металлические по парку они стоят но смотрится забавно так и вот мы прошли по кругу вот я всегда вообще говорю что в любое место нужно всегда приезжать во первых в каждое время года оно раскрывается по особенному и и всегда и в светлое время и в темное время обязательно это вот выберите себе на заметку каждое место обязательно посещать посещать несколько раз так смотрите вот эти бокальчики виде деревьев да здесь дерево просто так вот скучно подсветили и мы пойдем прям туда туда вовнутрь я не знаю то ли там лестница то ли очень плавный подъем но мы сейчас вместе с вами посмотрим слушайте какие бокалы наливайте вина что ли ой ну а тут прям такая зеркальная история заходим и посмотрим что там внутри слушайте посмотрите какая красота и тут тут тоже рыбы это нити рыбы здорово и здесь получается вот проходы разные налево направо в общем круг с рыбками такой аквариум получается да и много у него входов не вдумайте кидать не вдумайте кидать не вдумай кидать это родион возле этих бокалов и рыбок есть вот это вот бомбическая локация сделанная из проволок под древние античные крепости то есть здесь такие видите поля руины остатки а там главное здание вот сейчас будем двигаться к главному зданию видите как это смотрится невероятно а вон цветные это пингвины вот про которых я вам говорил сейчас подойдем туда чуть поближе вообще просто обалденно реально вот из проволок представляете и как красиво это все дело подсветили вот идет это назовем ее крепостью и самое главное место слушайте я не знаю здесь можно действительно ходить всю ночь и любоваться и наслаждаться сейчас придет насенька и нужно будет обязательно ее сфотографировать здесь но все фоточки смотрите у насеньки в инстаграме класс но следующая локация которая нам очень сильно понравилась днем это форельки деревья и вы тут вот внизу где очень много людей там друзья водится рыба я сейчас вам включу дневной тайм-класс для тех кто не видел я за нырнул туда с телефоном и снял ловите ну чё прикольно да вечером да все ну чё здесь атакурируется вот так вот если получится людей много потрясающее место хорошо что мы решились проехать по всем этим пробкам потом по пробкам обратно но насладиться этой красотищей но это правда пишите комментарии ну и вот мы дошли до вот посмотреть как они прекрасно подсвечиваются воде сейчас подойдем поближе будет гораздо красивее смотреться конечно здесь все снимают днем все снимают вечером в такое время красота рыбок еще не хватает чтобы здесь еще рыбки плавали ну как не восхищаться темка воду не заходи пожалуйста класс с другой стороны лотосов смотрите какая инсталляция шар и все фотографируют этот шар там убранное дерево здесь на самом деле вот здесь такой достаточно глубокий смысл нужно как говорится здесь побывать вникнуть ну а наша задача посмотреть как красиво все это смотрится в ночное время сейчас вам включу таймпласт когда мы были здесь днем смотрите смотрите двигаемся дальше дальше попадаем еще на такую локацию естественно да они все светятся все красиво все интересно даже перила подсвечены здесь стоят стульчики которые вы также можете взять совершенно бесплатно посидеть я не знаю кофе там попить чего-нибудь поделать а летом в этих бассейнах вода как бы это добавляет конечно летом свою атмосферу но сейчас это по-особенному потрясающе пойдем сейчас будут ресторан есть пойдем туда к елке вот посмотрим как она украшена мы сегодня мы там были фотографировались насеньку с детьми вот а вот эта спиралька там можно подняться наверх вот в те деревья но там тоже типа такая зона отдыха а вот так можно сидеть вот на стульчиках в карты играть кто чем кто чем занимается будем двигаться ресторану собственно прям перед нашими глазами светится красота красиво тоже цены там посмотрели среднем как ориентир например суп по 400 рублей вот прям такой тот ресторан кофе по 200 деревья подсвечиваются и вот она елочка ну также в принципе украшена как первое которое мы подходили да но это чуть-чуть поинтереснее потому что она еще вокруг подсвечена ресторана ну смотрится очень здорово и лампы на елке прикольно снежиночки смотрите я хочу показать вот эти вот головы детей днем они белые такие цвета серебряные а вечером посмотрите они становятся темные черные даже как такой игра игра цветов здорово все мы отправляемся домой потому что знаете как еще температура резко упала и стало прям холодно вот плюс надо готовить уже ужин сейчас еще обратно домой возвращаться по пробкам выпуск как здесь красиво и полет из дрона днем посмотрите по ссылочке в описании мы сами прощаемся увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике пока